Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня у нас 9-й урок, Unit 9. Мы поговорим о такой теме, как have и have got. Ну, смотрите, у нас глагол have может быть как отдельно использоваться, то есть как обычный глагол, как take, как drink, как go. И он может использоваться в паре с глаголом got. В принципе, это одно и то же, практически одно и то же. Бывают какие-то здесь разные значения у них, но сейчас мы это разберем. Вот пример, you can say I have, то есть вы можете сказать I have я имею или I've got, у меня есть. He has он имеет или he's got, у него есть. Вот девушка здесь, у нее голова болит, да, и она говорит I've got a headache, у меня головная боль. То есть, в принципе, здесь нужно понимать, что в этой конструкции глагол, точнее, это не конструкция, а просто глагол have отдельно используется, как обычный глагол, как обычный, как take, drink, да, laugh, смеяться, да, как go, как sit. Как обычный глагол. То есть, I have, я имею, we have, мы имеем, you have, ты имеешь, they have, они имеют, he has, он имеет, she has, она имеет, it has, она имеет. А здесь у нас глагол have является связкой, как глагол to be у нас был в present continuous, так и здесь глагол have является связкой. То есть, когда мы говорим I have got, да, у меня есть, то глагол to be не совсем можно как и got перевести, да, просто глагол have здесь он является связующим глаголом, помощником. То есть, I have got у меня есть, ну, сокращенно, I have got так редко говорят, все говорят I have got, да, или we've got, you've got, they've got, he's got, he has got, he's got, she has got, she's got, it has got, it's got. Ну, что касается употребления, то я бы сказал, что вот, наверное, по-моему, это чисто мое мнение, вот в Америке больше я слышал I have отдельно, глагол have отдельно используется, а вот в Англии больше have got, да, вот люди говорят. Ну, давайте сравним. I have blue eyes, то есть, да, у меня голубые глаза, или I've got blue eyes, у меня есть голубые глаза. Ну, в принципе, я могу, можно перевести, как у меня голубые глаза по-русски. Мы так не говорим, я имею голубые глаза, у меня есть голубые глаза. Tom has two sisters, or Tom has got two sisters. Tom, ну, конечно, здесь мы не можем, не переведем, Tom имеет двух сестров. У Тома есть две сестры, или Tom has got two, то есть у Тома тоже две сестры. Our car has four doors, или our car has got four doors. У нашей машины есть четыре двери. Sarah isn't feeling well, she has a headache. То есть, Сара не чувствует себя здоровой, она, у нее головная боль. Мы не говорим тогда, она имеет головную боль, мы скажем, у нее головная боль. По-русски мы иногда адаптируем, стараемся как-то вот эти бугры заглаживать. Or, или she's got a headache. То есть, у нее головная боль. They like animals, они любят животных. They have a horse, они имеют лошадь, у них есть лошадь. Three dogs and six cats. Тогда, да, получается, немножко абракадабра, да, я стараюсь переводить дословно, чтобы вам было понятнее, поэтому не всегда получается прям гладко перевести, и не всегда по-русски мы так говорим. Ну, поймите это. Или, or, they've got a horse, да, или можно сказать, they've got a horse, three dogs and six cats. Так, и теперь смотрите, глагол have, он у нас, если один используется отдельно, да, не как вспомогательный, не как связка, то к нему требуется вспомогательный глагол do. И в вопросе в отрицании. То есть, в отрицании мы говорим, I don't have, да, я не имею, you don't have, ты не имеешь, we don't have, they don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have. Или, это уже конструкция, здесь глагол do не требуется, потому что have сам, да, здесь погоду создает. I haven't got, то есть мы частицу not добавляем к нему. You haven't got, we haven't got, they haven't got, he hasn't got, то есть у него нет, да, she hasn't got. В принципе, две эти конструкции употребляются, и та, и другая. Вы можете, ну, нужно знать обе. I don't have a car, то есть у меня нет машины. Or, или I haven't got a car, то есть у меня нет машины. They don't have any children, то есть у них нет никаких детей. Or, they haven't got any children, да, то же самое. It's a nice house, but it doesn't have a garden. Это милый дом, но он не имеет сада. Or, it hasn't got a garden, да, или у него нет сада. Это, в принципе, то же самое. Amy doesn't have a job at the moment. У Эйми нет работы в данный момент, не имеет работу. Or, Amy hasn't got a job. То есть, да, можно и так сказать. В вопросе, опять же, используется глагол do, если have употребляется как один, ну, как сам по себе, да, то есть он как обычный глагол. А если он является вспомогательным, связкой, в этой конструкции у нас got, да, то здесь уже он сам по себе вопрос задает. Have you got, да? То есть, you can say, вы можете сказать, do I have? Я имею, у меня есть. Do you have? Ты имеешь? Do we have? Мы имеем. Do they have? Они имеют? В третьем лице, единственное числе, тоже у нас тут does, да. Does he have? Он имеет. Does she have? Она имеет. Does it have? Оно имеет. Здесь уже have, has вопрос сам задает, да. Have I got? У меня есть. Have you got? У тебя есть. Have we got? У нас есть. Have they got? У них есть. Has he got? У него есть. Has she got? У нее есть. Has it got? У него есть, ну, неодушленое какое-то, да, существительное. Например, животных можно it назвать. Ну, в принципе, все животные, за исключением наших питомцев, pets, да, это it у нас всегда. Если мы знаем имена, бобик, шарик, мурка, то мы уже говорим she или he, а обычно все это it. Примеры еще сравниваем. Do you have a camera? Ты имеешь камеру? No, I don't. То есть здесь глагол don't, глагол do используется же в ответе с отрицанием. Have you got a camera? У тебя есть камера? No, I haven't. А здесь мы используем have глагол в ответе, потому что он использовался в вопросе. Does Helen have a car? Имеет Helen машину? Yes, she does. Да, она имеет. Используем здесь does, потому что здесь does используется. Has Helen got a car? Есть у Helen машина? Yes, she has. Да, у нее есть. То есть здесь have, глагол has, он является помощником, да, вспомогательным. What kind of car does she have? Какого типа машина она имеет? У нее есть. Или what kind of car has she got? Да, у нее есть. Какого типа машины у нее есть? How many children do they have? Сколько детей у них есть? Или how many children have they got? То есть, в принципе, конструкция, соответственно, как я сказал, уже они одинаковые, да, смысл в них практически одинаковый. Мне больше нравится, когда have отдельно используется. Да, это проще, в принципе, не надо заморачиваться. Поэтому я рекомендую вам говорить все-таки, использовать первый вариант. Так, и exercises нужно будет сделать. 9.1. Write these sentences with got. Встретите, предложение с got. The meaning is the same. То есть, значение одинаковое. They have two children. Или they have got two children. She doesn't have a key. She hasn't got a key. И так далее. 9.2. Write these sentences with do, does, don't, doesn't. The meaning is the same. Значение одинаковое. Have you got any money? У тебя есть кинь-динги? Или do you have any money? У тебя есть кинь-динги? Ты имеешь кинь-динги? 9.3. Read the questions and answers. То есть, напишите вопросы и ответы. Then write sentences about Mark. Затем напишите предложение о Марке. Вопрос. Have you got a car? У тебя есть машина? Он говорит, Марк, no. No, he hasn't got a car. То есть, у него нет машины. И вот в такой схеме мы делаем упражнение. И what about you? Как насчет тебя? Write sentences with I've got или I haven't got. То есть, у меня есть или у меня нет. Ну и вот про собаку, байк. 9.4. Complete the sentences. Завершите предложение. Use have, has, don't have, or doesn't have. То есть, если у нас have, has глагол в паре используется, то есть, является связкой, помощником, то мы используем have got, has got. А если у нас глагол have отдельно, то уже будет вспомогательный глагол do, don't, да, или doesn't использовать. Ну, здесь догадаетесь, в общем. 9.5. Complete the sentences. Завершите предложение. Используйте have, has got, or haven't, hasn't got, и так далее. With six legs, шесть ног, a key, ключ, a headache, головная боль, уже использовали, a lot of friends, много друзей, a job, работа, и much time, много времени нужно будет здесь вот сделать, составить эти предложения. На этом все, наш урок закончен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok